здравствуйте дорогие друзья несмотря на то что у нас не простая недельная глава но мы поговорим о радости это важнее потому что слово сказанное в этой главе и будешь радоваться всему добру который господь бог тебе дает в то же время написано за то что не служил господу в твоему в радости и так далее и тому подобное все проблемы человека потому что не служил в радость сначала вернемся радуется к тому своему добру представьте себе что вы получили подарок там президента соединенных штатов америки такой-то там надпись пожаловано там президентом сша мистеру там я знаю абрамович что важно в этом сам подарок или надпись подарок можно купить такой где-то вот надпись его принадлежность и так далее поэтому здесь важно понять то что сказано и в недельной главе посмотрите будешь радоваться всему добру следует отчинение дальше которая дал тебе бог то есть нас в общем то по большому счету больше всего радует не только те блага которые дает нам всевышний но и источник этих благ мы счастливы тем что за ними стоит личная дарственная подпись царя царей том же языка и вот субботу на что молитва счастлив на своим спасением мы не просто просим спасения твое спасение не случайно вот в пасхальная годе подчеркивается что именно бог отомстил египту за варварское отношение с нашими предками что он сам лично написано не ангел не другой посланник что десятую казнь именно он сделал открыл евреям путь свободе это очень важно но вернемся к радости ну важно служить то что важно служить всевышнему в радости подчеркивается везде всегда и всеми нашими мудрецами и главная причина страшных трагедий описанных нашей недельной главе именно заключается как ни странно в том что служит не не с радостью понятно что человек принципе забывший как это делать там радоваться до служить богу в радости не очень на это и способен надо бежать от печали написали мудрецы нет никакой нужды говорит том что жизнь человека в депрессии там это не жизнь и даже он будет вкушать там царские блюда и так далее разнообразные наслаждения как мертвый написано не ощутить все это не удовольствие не радость таким образом определен враг человек должен бороться чтобы уйти от печали ведь это война за саму жизнь и как нам кажется что нет это потом нет вот это и самое важное это касается духовной сферы потому что поступки такого человека написано ним не являются служением которая свидетельствует нам что все проклятия книги дворим придут из-за недостатка радости написано за то что не служили в радость богу с радостью по видимо вообще служение без радости бог вообще не считает служением иначе чего это творец вдруг так сильно разгневался из-за этого аспекта про людей служащих творцу без радости говорится высохший лулав непригодный для заповедей суккот трактат иерусалимский талмуд пишет не умершие хвалить будут бога основываясь на стихах у именно вот и вот из этого кусочка аризаль вообще сказал что причина что он достиг такой высоты в постижении тора заключается в радости с которой он исполнял заповедь хида писал что все богословения которые мы достаемся в этом мире за заповеди только по причине радости которые мы при исполнении заповеди ощущаем если мы что-то хорошее сделали при этом обрадовались все мы победили любавич скереб очень интересно писал одному человеку который написал письмо что никогда не видел в жизни добра и вообще никогда он написал обычно он мягко писал тут написал очень жестко но написал что похоже вы сами не ощущаете противоречия своем письме для человека которого бог благословил женой и детьми говорит что никогда не видел ничего хорошего неблагодарность высшей степени он писал что возможно есть причина там у вас слабое здоровье вы пишете отсутствие средств к существованию но все это идет от того что вы не признаете божье благословение в более важном вопросе чем здоровье чем средства это благословение на сыновей и дочерей когда человек начнет служить богу в радости несомненно придет и заработок и здоровье знаете во время вечерной молитвы мы говорим удали от нас врага чуму меч и голод и скорбь почему ускорбь на последнем месте потому что прогнать ее тяжелее чем избавиться от всего остального ну вот как сказали мудрецы жаль тратить жизнь силу энергию на оплакивание своего удела надо заменить это радостью если ты уже столько лет оплакиваешь себя ничего не меняется попробуй встать на другой путь на путь радость и увидишь все получится бракавая слыха